Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Давайте поприветствуем человека в зале, который будет сегодня раздавать деньги. Александр Незлобин. Всем привет! Папенька! У нас очень легко. За свой юмор ты можешь получить деньги или не смеяться и получить деньги. Давайте познакомимся с теми, кто сегодня будет не смеяться. Наша Несмеян номер один. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, 44 года, тренер. Должны его предупредить, что в нашем шоу при улыбке не только напрягаются 17 мышц, но и теряются 25 тысяч рублей. Ну, я работал долгих 4 года преподавателем в школе. То есть вы после того, как были учителем физкультуры, выбрали путь спорта, а не алкоголя? Да, я такой. Ну, вы вообще, вы выглядите как виндизель с Алиэкспресса, так это уверенно. А почему? Людмила, 26 лет, бариста. Специально для нее мы приготовили сегодня уникальный напиток по авторскому рецепту. Двойной хахатте с сиропом юморетто. Я когда захожу в кофейню, да, думаю, вот что нужно добавить вот в эту маленькую чашечку, чтобы она стоила 400 рублей? Любовь. Ну что, нефть туда добавляет? Любовь. А, любовь, дорогую любовь. Дорогую любовь. Есть американо-кофе, да? Да. Я вам предлагаю сделать армяниану-кофе. Ну-ка как? Чуть-чуть коньячка, да, добавить туда? Нет, наоборот, в коньяк чуть-чуть кофе добавить. А, вот оно все. Денис, 38 лет, управляющий рестораном. Ныне безработный. Сегодня узнаем, чем управлять проще, рестораном или своим смехом. Сейчас я отчаянный домохозяин. Отчаянный домохозяин? Прям отчаянный. Отчаянный домохозяин, это, знаешь... А с кем венела смотрит, пусть говорят? Есть простые домохозяева, а я на своем домохозяйстве поправился на 20 килограмм. Вау. Карлсон на максималках. Это ужасно. Мария, 25 лет, ведущая свадебных церемоний. Но сегодня она будет заниматься разводом. Разводом наших участников на 25 тысяч рублей. То есть вы та самая девушка, женщина, которая вот отправляет корабль любви в плавание по морю разбросанных носков. И мне нечего надения. Ну, то есть, как вот эти фразы, это вы говорите или нет? Нет, я пишу индивидуальные сценарии, они более такого веселого формата. Типа, согласен, да? Ты тоже, да. Ну, поехали, давай. Давай, давай, давай. Чего не радуемся? Юра, Вова. Но. Слушай. Юра, Вова. Ну, и давайте скорее уже позовем тех, кто будет смешить сегодня Несмеян, людей, нас всех, всю страну. Комики, где вы? А-а-а, Старая Гвардия. Заблудились? Я никогда не думал, что скажу это. Ребят, чуть ближе. Поближе, поближе. Я никогда тоже не думал, что это скажу, но поближе. Самый дурацкий сейчас вопрос задам. А расскажите, кто вы, откуда, зачем приехали? Мы борцы из Сургута. Я никогда их так близко не видел. Я так понимаю, вы из-за денег здесь, да? Нам вообще некогда. Нам на сцену надо. Так, мы вас как бы задерживаем, да, получается? Ну, получается, да. Очень не хочется, чтобы сейчас что-то другое получилось. Пропустим, ребят. Давай, давай. Так же долго мы вас ждали здесь. Вы знаете, ребят? Вас здесь знают. Классно, что вы приехали. Начинайте. Здравствуйте. В эфире передача «Ни русские не смеются». Все поняли, да, прикол? Я спрашиваю, все поняли прикол? Тихо, тихо. Злобен. Давайте познакомимся с нашими несмеянными. Это Амин. Музыкант. Он смеется только, когда слышит слово «пипитом». А это Саша. Саша лохопед. Вообще-то логопед. Я просто «г» не выговариваю. У Саши проблемы со смехом. В отличие от нас, у нас с смехом проблем нет. Давайте я поясню. Ребята не совсем понимают, где они находятся. Это телевидение. Тут надо показать свои таланты. У нас и так все видно. Да нет. Вы не поняли. Тут надо рассмешить людей, чтобы забрать деньги. Ну и как будем смешить? Юсиф, скажи 300. 300. Давайте деньги. Друзья, я знаю их давно. Смешнее уже не будет. Будет? Я знаю, как рассмешить. Я два года учился жонглировать. Давай. А второй зачем? И долго ты так можешь? Я же сказал. Два года. Да хватит. Русские не смогут столько не смеяться. Покажи что-нибудь другое. Я могу изображать звуки животных. Это комар. Это воробей. Это корова. Это... Это... Да понятно. А это кто был? Это... Да какие животные. Ну он в меланже у нас талантливый. Да. Я покажу пандемию. Ты хотел сказать пантомиму? Не напоминай. Люди так измучились на самоинсталляции. Ребят, мы с такими темпами деньги не выиграем. Милан, добавь темп. В этом коллективе хоть кто-нибудь может показать что-то адекватное? Я могу сесть на шпагу. Может, на шпагат? А, вот почему так больно было. Больно будет, если ты ничего не покажешь. Ладно. Я могу отжаться сто раз с закрытыми глазами. Давай. Закройте глаза. Ты что, идиот? Сейчас все подумают, что мы тупые. Ладно, Милан, на тебя последняя надежда. Милан, открой глаза. О, а что, Рукин уже отжался? Так все с вами понятно. Ничего вы не можете. Да что ты до нас докопался? Сам-то что-то можешь? Сейчас я тебе покажу. «Леон»! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё одна такая фигня, я уйду отсюда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТРИ ДВА 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 ТРИ Зачем тебе девушка без улыбки? Спасибо за внимание Пожалуйста за внимание Вот специально для Миши Можно еще раз этот показать фокус? Иди сюда Не, не, я видел хороший фокус Вот такой фокус, ребят Очень смешной фокус Ты так и не понял фокус, да? Тут ничего не исчезло Пацаны крутые Давайте им поаплодируем Да, браво Что такое случилось? Ну от тебя, от тебя-то это вообще не ждали Смешная, со вкусом девочка-бариста, ну Еще бариста, борцы Там еще там одинаковые столько букв всяких Ну не знаю, ну что, как, почему? Понравилось? Не, ну конечно, спортики доказали, что они не тупые Спортики? Ну? Слушай, а ты можешь стать частью этой команды, я посмотрю Причем лучше ее части 75 тысяч, крутое выступление Поздравляем, ребят Поколены почти все Спасибо огромное, увидимся Ездить забирайте деньги, ребята Спасибо большое Подельше Смотри, пересчитывает Опа Дальше Ну наконец-то Здрасте Ты выглядишь как бард Элитный бард С белой рубашкой Где ждет водочку и оттопыривает пальчик У меня фляжка Наоборот, это вот так выглядит закодированный бард Аккуратненький, хороший Кистая гитара, не в углях Знаешь, шашлыком не пахнет Все такое, не копченый человек Гитара посередине выступления не развалится? Не знаю Просто есть некоторые вещи, которые из Тольятти Их надо как-то Не-не-не, гитара корейская, Корея нормально все делает Все, музыкальное наблюдение из Тольятти Давайте посмотрим Константин, привет Здрасте Здрасте Ну чего, погнали Каждая улыбка стоит 25 тысяч рублей Либо тебе, либо им Ладно, окей Давай, вперед Всем привет, меня зовут Константин И как вы поняли, я люблю рок-музыку Потому что рок-это честно Рок-это честно А в нашей жизни сейчас не хватает честности Помните рекламу «Быстро растворим лапши»? Почему ее рекламируют вот эти с белыми зубами люди, которые никогда ее не ели? Рекламировать лапшу должен человек, который полжизни на ней сидел Например, Вячеслав Бутусов Очень вкусная лапша Растворялась в ней душа И потолще кипятка Говяжья тоска Ням-ням, ням-ням Сразу понятно, да, из чего она состоит? Прикольно Рок-это честно Да, или взять, например, Владимир Кузьми Такое ощущение, что у него, судя по песням, каждый год он с кем-то расстается стабильно Заметили, он, когда поет, даже рта не открывает Вообще, еду я бы ему не доверил рекламировать В рекламе я бы ему не доверил сниматься Ну, потому что, ну Его голос идеально подойдет для автоответчика для телефона доверия Если ты совсем один, нажми один Если боль твоя внутри, нажми те три Причем ты можешь бросить трубку Он тебе все равно придет к тебе домой Ты не дослушал мои слова Слушай заново Ну кто там еще из рокеров есть, да? Илья Лагутенко Отличный персонаж Он вообще на своем языке разговаривает Да? Заметили? У него шесть букв в его алфавите Есть кириллица, есть латиница У него лагутиница, он шпарит Там шесть букв лагутиница Давайте пробежимся по ней быстренько сейчас Первая буква Третья очень сложная Там и кратко идет Мя-мя-ням-ням И мягкий знак Все, вот он разговаривает Причем, сам того не зная Лагутенко уже рекламирует известную шведскую мебель Ну вот эти, с трудными шведскими названиями, да? Вы думали, вот это Коат-кота Это полотенце для детей, на самом деле А ягра-тан-та-гл-дам Это чапельник для сковородки В принципе, реклама могла выглядеть вот так Пришел в магазин Купить мой клёкли Перепутал коробку И купил шмарбергер Дома собрал Получилось нюклёклищ Но это не страшно Зато поел фрикадельки Знаете, я не понимаю, зачем рекламируют жилищное кредитование, да? Это реально безысходность изначально Грустная же история Зачем людям рекламировать безысходность? Рекламировать безысходность должен человек, который в ней живет всю жизнь Мне кажется, Александр Васильев из группы Сплин Идеально подходит Итак, реклама Жилищный комплекс «Невская тоска» Я хожу под дождём уже целый месяц Я заплатил миллион, мне платить ещё десять Я курю в потолок и вижу звёздное небо Потому что в этом доме потолка ещё нет Дом ещё не сдан Дом ещё не сдан Пока нет 38 годовых Помните рекламу, да, чистящих средств для сантехники, да? Нам рассказывают, что там под крышкой из унитаза происходят какие-то баталии Какие-то вымышленные существа там борются с нечистью, да? А там, где убивают нечисть, там группа Король и Шут Поэтому я считаю, что Король и Шут должны рекламировать средства для сантехники Как-то очень старый дед Ночью вышел в туалет И наморчил он свой лоб Вдруг его сожрал микроб И под белой крышкой началась война Всех убил утёнок-сатана Утёнок-сатана! Ну и напоследок сейчас очень много рекламы интимтоваров, да? Средств для повышения вот этой интимной жизни Ну я считаю, на эти темы не принято говорить вслух Но благо в русском роке есть Андрей Макаревич Который интеллигентнейше может завуалировать любую щекотливую тему С помощью простых народных метафор Итак, Андрей Макаревич рекламирует средства для повышения мужской силы Так бывает, мой друг Что твой костёр потух И ручьи уже не журчат Ай-яй-яй И ручьи уже не журчат Тебе за пятьдесят Солнце луч В воздухе повис Твой друг хотел летать Но полетел не вверх, а вниз Всё пройдёт Не руби сгоряча Пусть сгорит Твоя свеча И какой бы путь Не выпал судьбе Не жги свою свечу Поставь её себе Слушайте хорошую музыку Смотрите поменьше рекламы Я так и не понял до конца Ты музыкант или юморист всё-таки? Не знаю Это не к тебе вопрос А это ко мне? Да Я считаю, можно совмещать, да? Да, можно совмещать Да Хорошо А ты не думал взять псевдоним, например, там, Суперкостик? Суперкостик? И что, где с ним? Ты сам отступился, зачем других тащишь? Ну, подожди, но... Где с таким псевдонимом? Я в эротических фильмах снимаю Суперкостик Ну что не хватило Алексею? А где Ласковый май? А-а-а Уходим, ждём Ласковый май? Не, ну и этот... Утёнок-сатана меня немножко испугало Думаю, вот так вот сяду А там Утёнок-сатана реально? Всё понравилось или Люда? Всё понравилось, вообще супер просто Особенно про Сплин и ипотеку Сплин, Сплин самая точная была пародия для меня лично Больная тема Очень Сейчас, сейчас спустится Спустится в переход Добьёт ещё 50 тысяч Конечно Сам из сотни поедет домой Дал двоим людям заработать, в конце концов И людям двоим дал заработать Всё по-честному 50 тысяч аплодируем Получаем деньги Спасибо Спасибо, пацан, вообще Иди за бабками Поздравляю О, вот участник Здравствуйте Здравствуйте Кому не виделись Да Год назад Роман у нас уже был, да И выиграл Заработали, да? Ну 50 тысяч 50 тысяч Ну 50 тысяч Аж 50 тысяч Уже потратил Уже потратил По этой причине К нам за деньгами Ты из Таганрога, да? Это же родина Чехова Да Мы тебе желаем, чтобы ты сегодня там порвал Заработал денег себе на маленький вишнёвый садик Спасибо Было бы здорово О, шармон Шармон Да, ну что, желаем удачи Вперёд Спасибо Вперёд Давай, Таганрог Здорово, здорово Как дела? Нормалёк Ну нормалёк Сколько тебе нужно деньжок? Так, ну мне на ипотечку надо, ну, соточку хотя бы Мы тут, ну мы постараемся, смотри, тут всё зависит от тебя Одна улыбка, это 25 тысяч рублей Уже неплохо Но если они не засмеются, деньги достанутся им Ты готов? Да Погнали, начинаем В нашей стране любят и умеют больше всего смеяться над собой Поэтому мой юмор будет основан на реальных событиях Узнаём себя и своих близких Всем приятного юмористического аппетита! Только наш человек в аквапарке может прокатиться на горке в обратную сторону Только наш человек, выгуливая собаку, может и сам выгуляться, если никто не видит Только в России фейерверк может быть днём Только наш человек, открывая кран с холодной водой, может ошпариться Только наши люди получают удовольствие от затягивания шнура в пылесос Только в России надпись машину не... Что-то бористо наше быстро Только в России надпись машину не ставить можно не увидеть из-за машины Только наш человек, придя в поликлинику, может достать бахилы из мусорного ведра Только в России каждый священник знает преимущество полного привода Только у наших людей зуб перестаёт болеть за полчаса до похода к врачу Только наш человек может отомстить своей бывшей, переспав с ней Только наш человек, не понравившийся конфету, заворачивает обратно в обёртку Только наши девушки выбирают купальник дольше, чем носят его Только в России дети заканчивают письмо Деду Морозу фразой «С моих слов записано верно» Только наш человек после укуса змеи полчаса бьёт её вместо того, чтобы высосать яд Только нашим людям стыдно, когда их родители танцуют Только в России на секретной базе может быть надпись «Секретная база» Только в России покупают блатные номера, чтобы их потом заклеивать Только наши люди на исповеди не рассказывают сразу все грехи, чтобы было что рассказать в следующий раз Только наш человек может прийти в боулинг со своим страйком Только наш человек в поезде не выбрасывает пакет из-под белья, а до конца поездки хранит его в боковой сеточке Только в России чем дальше от отделения полиции, тем спокойней Только наши экстрасенсы спрашивают «Кто там?» Только наши люди могут класть кафель в ванной, даже когда там моется бабушка Только наши алкаши покупают дешёвую водку, а сэкономленные деньги пропивают И, наконец, только наш человек на первое свидание покупает презервативы и ходит с ними год Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж... Только русский человек может весь год не работать и приезжать один раз на СТС и зарабатывать деньги, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Понравилось? Понравилось А точные вещи? Какая самая точная вещь? Там все точные, всё про Россию Там и господа 50 тысяч это неплохо Отлично, мы тебя поздравляем! АПЛОДИСМЕНТЫ 50 тысяч рублей это счастье Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Света 50 тысяч есть 50 тысяч на ипотеку есть АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте! Привет, привет, ребята! Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Михаил! А вы приехали из Саранска? Да, да, да! Я, честно говоря, давно никаких новостей не слышал про этот город Все хорошо, да! Я вообще слышал, что Саранск это чуть ли не номер один город по уровню жизни Ну, это, конечно, шутка, наверное Ты перепутал с Майами, но это не важно Это же, как бы, область-то одна Если 100 тысяч заработаете, будут мысли о том, чтобы остаться в Москве? На пару дней, я думаю, хватит, да? Да, да, да! Ну что, готовы? Хорошего выступления вам! Не забывайте, что юмор и плюс энергия! Энергия! Давай, энергия, энергия! Здрасте! Здрасте, здрасте, здрасте! Какая приятная публика! Публика бомба вообще! За каждую улыбку 25 тысяч рублей Если не засмеются наши несмеянные, то по 25 тысяч рублей получит каждый из них Все понятно? Тот, кто не засмеялся Так что давайте, бомбите! Удачи! Вот тут вообще нормально будет! Давайте! А в каждом городе есть такой мужик, который вообще не умеет подкатывать к девушкам! Крещеная! Сразу же! Сразу же! Сразу же! Да! Одним словом 50 тысяч! Начало! Как звать? Лена! Ха! Прям как мою собаку! Какое-то... Какое-то странное имя для собаки! Говоришь прям как моя собака! Ладно, Ленок это! Пиво будешь? Нет! А я бы выпил! Сбегаешь? Чё? Ну ладно, Ленок это! Скажи лучше! Твои родители, случайно, не мои родители? В смысле? Ну там просто была ситуация, сейчас не углубляйся! А ты вот лучше скажи, где я только что был? Ну судя по обуви, в боулинге! Не, ну ты только по обуви о человеке не суди, а! Да я в целом! Допустим! Ленок, а знаешь что у меня в пакете? Нет! И я не знаю, прикинь! Ооо! 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 Чё будешь со мной мутить? С тобой что ли? Ну? Ты ведь зря вот эта реакция сейчас! Я между прочим, я умею ухаживать! Этого магазина 20 лет как нет, а пакет во как новый! Мужчина... Мужчина, да что вы несёте вообще? Голубушка, ну будьте повнимательнее, а? Так, дебил какой-то! Девушка, ну девушка, ну подождите, подождите! На самом деле всё гораздо проще! Я переодетый миллионер и ищу девушку, которая полюбит меня вот таким, какой я есть, а не за мои богатства! Миллионер? Ну? Ну зубы-то я твои вижу, миллионер-то! Ну куда ты пошла? А у нас в Саранске два года назад проходили матчи Чемпионата мира по футболу. Но до сих пор в Министерство спорта приходят вот такие вот люди. Здрасте! Мне нужна куртка! Бру-ру-ру-не! Я хочу стать волонтёром! Хорошо, давайте заполним анкету! Нет-нет, давайте сначала вы дадите надеть мне вашу куртку, а потом я отвечу на ваши вопросы, а то иначе мотивации вообще никакой! Мужчина, куртку надо заслужить! Женщина твоя, куртку надо не терять! Так, мы либо заполняем анкету, либо куртку вы не получите! Хорошо, давайте попробуем! Как зовут? Василич! Полное имя! Василич! Допустим! Сколько вам лет? Пятнадцать! Пятнадцать? Ну да, пятнадцать у нас в Рузаевке год за три идёт! Ладно! Образование имеется? Среднеконченное! Может быть оконченное? Голубушка! Вы переоценивайте наш Рузаевский колледж! Так и запишем! Иностранными языками... Хорошо! Иностранными языками владеете? Ну фифти-фифти, порфавор! Хорошо! Судимость у вас имеется? Не знаю! В смысле? Ну процесс идёт, завтра ближе к обеду скажу! Так, молодой человек, судя по анкету, с вами всё понятно! Вы нам не подходите! И вообще вряд ли что-то умеете делать! В смысле, а это? И всё? Ну согласен, тут пока не научился! Так, всё, уходите! Ладно, мне не дадите, а ребёнку дадите куртку! А что, у вас есть дети? Ну я же говорю, процесс идёт, завтра ближе к обед скажу! Молодой человек, вот скажите честно! Вы сюда только ради куртки пришли? А что, у вас ещё что-то есть? Тёлки есть у вас? Так, пошёл вон отсюда! Так, короче! Если ты мне сейчас не дашь куртку, я вон то разобью вот с этой ноги окно! Вон то окно разобью вот с этой ноги! Да успокойтесь! А вон третье окно разобью с третьей ноги! Да, у меня есть третья нога, это протез! Отдет и достался! Успокойтесь! Поняла, отдет и достался! Ты успокойся, я скажу! Куртка тебе нужна! Куртка, да? На, вот держи свою куртку, главное уходи отсюда! Отличненько! Я сказал, уходи! Алло, Валера! Я парадный выходной нашёл, завтра свидетелем буду на твоей свадьбе! Анкету себе оставь! Так... Ну что, это... Откуда такие, вот такие персонажи? Мы живём в пригороде Саранской, это Римзавод, Булгакова, и поэтому все персонажи невымышленные, они реально существуют! Да, они реально существуют! Вот они сейчас себя увидят, да! Главное, чтоб потом эти персонажи к вам не подошли и сказать, ребята, что-то вы там деньжат заработали! На нас! На нас! Отстегнуть авторские, интеллектуальную собственность! Ребята, вы заработали крутые деньги! Да! 75 тысяч рублей! АПЛОДИСМЕНТЫ Жалко, коллега не рассмеялся, конечно! Ну, там вообще, там надо постараться! Мы учителя математики, в принципе! Я вас сразу приметил! А это вот... Это вечное противостояние из группов и математики! АПЛОДИСМЕНТЫ Круто! Мы вас поздравляем! Спасибо! Всем привет, ребят! Поздравляем! Очень классный результат! Хорошая выставка! Чтобы 25 кому... Давай вот так! А это вам! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Мне пока рано! Спасибо! Меня зовут Николёвкина, мне 7 лет! Я живу в городе Москва и учусь в школе! В свободное время я чаще всего на репетициях! Потому что я езжу на гастроли с родителями и пою там песни! Когда я вырасту, я стану, конечно же, певицей! Но ещё я хочу стать актрисой! Потому что в душе актриса, а снаружи певица! Я могу описать свой характер так! Я! Ух! Хулиганка! Несмеяны! Когда я хулиганка, вы меня увидите, сразу побежите! А я за вами! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, Ника! Привет! Как дела? Хорошо! Как ты думаешь, если ты выиграешь деньги, сколько потратишь на маму, а сколько на себя? Ну, половину на маму, половину на себя. А папа? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Больше не на кого тратишь? А папу четверть. АПЛОДИСМЕНТЫ Половину на маму, половину на себя и папе четверть. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, от мамы. АПЛОДИСМЕНТЫ Прожарка, русские не смеются. Опа, прожарка! Кстати, мне семь лет, и я не боюсь ни ментов, ни ведущих, потому что мне за это ничего не будет. Сегодня я буду шутить над Михаилом Голустяном! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Сергеем Светлаковым! Отлично! АПЛОДИСМЕНТЫ И Александром Незлобиным! Не обязательно! Так ему и надо! АПЛОДИСМЕНТЫ Светлаков, Голустян, выходите! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это чисто, что такая детская фамильярность. Светлаков, Голустян, давай, Лёгкино! Сегодня я буду прожаривать... Давай, Лёгкино! ...люля-кебаб, пельмешку и тефтелю! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Миш, начнем, пожалуйста, с тебя. Так что прошу понять и простить. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, Миш, я тут послушала твои песни. Хочу теперь убиться, Хочу теперь убиться, Хочу теперь убиться, И слушать не хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще благодаря Мише... АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще благодаря Мише я действительно поверила в тебя. И начала заниматься творчеством. Потому что песню Хочу тебе любиться может написать семилетка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кстати, характер это то, что ему не хватает, чтоб отказываться от подобных ролей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Миша, ты заметил то, что когда ты молчишь, тебя аплодируют больше идей, чем когда ты поешь? АПЛОДИСМЕНТЫ А следующий наш герой, в отличие от Барри Алибасова, может выпить все, что угодно, и ему ничего не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Седлаков! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сережа, почему ты не хочешь начать карьеру певца? Как Михаил Голусян. Мне кажется, ты бы был единственным человеком, у которого получилось бы еще хуже. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, Сергей настолько старый, то, что я его спрошу, Сергей, а у тебя есть тикток? То он ответит, да, конечно, мятный. Сколько конфеток будешь? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вообще, благодаря Сергею, я действительно верю в Деда Мороза. Я попросила на Новый год, чтоб фильм «Елки» больше не снимали. АПЛОДИСМЕНТЫ И, наконец, успешный продюсер, талантливый сценарист. Как мама говорит, ага. И замечательный актер, мог сидеть на его месте, но там сидит Александр Незлобий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Непослушных детей пугают бабаеками. А непослушных бабаек пугают то, что купят им билеты на концерты Незлобина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Концерты Незлобина – это как девчачья раздевалка в школьном спортзале. Туда тоже силы заталкивают слабых мальчиков. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы знаете, однажды Андрей Незлобин… Александр. Знаю, шутку дадо слушай. Однажды Андрей Незлобин… АПЛОДИСМЕНТЫ А шутка… Стойте… Остановите музыку. Подождите. Остановите музыку. Зачем? Шутку дадо слушайте. Больше не включайте, да. Дайте шутку дадо слушать. Аднажды Андрей Незлобин… Прыгнул в бассейн и у него слетели плавки. Так он насмешил больше идей, чем Александр за весь гастролик. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, вот как звучат настоящие аплодисменты. У меня записано. Папе Милайн, шеф-повар Нита Лёвкина. Чао! АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется… Мне кажется, Ника так заряжена, что ей можно просто сказать, ты победила, и она уйдет и не отдавать деньги. Ну, типа… Она уже радостная. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляйте, ты молодец! Круто! Сто тысяч рублей! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Просто умничка! Какой отвратительный ребенок! Ты посмотри! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какие шикарные шутки! Такие шикарные шутки! Про Сашу! Про меня надо было, конечно, что-нибудь написать такое остроумное. Слушайте, я секрет маленький. Маленький, расскажем секрет. Кто твой папа? А кто твой папа? Вы знаете группу «Нана»? А, Николевкина? А фамилию вы услышали у девочки? Вон она в чем дело. Думаю, что она так смело прожаривает всех. Ничего, мы твою папу прожарим. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому этот человек, который еще знает, кто такой Барри Алибасов. АПЛОДИСМЕНТЫ В этом возрасте! АПЛОДИСМЕНТЫ Да, ну, просто коротко о твоем выступлении. Ты смелая, наглая, артистичная, богатая девочка. Поздравляем! Поздравляем! Сто тысяч рублей! АПЛОДИСМЕНТЫ Проследуйте в банк, мадам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, поздравляю! Спасибо! Молодец! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты! Девчонки! Привет! Привет, красавица! Вот так, вот так. Это трио «Короче» – город Краснодар. Да. Трио «Короче»? Да. Короче? Короче. Короче. Не, ну, не, короче вы что, фанаты Галусяна что ли? Почему назвали именно короче? Подожди, ну что это ты намекаешь? А пока сейчас шутка загружается. Короче, девчонки, вы классные. Идите на сцену. Соточку, соточку. А как вы будете делить, если вы выиграете 100 тысяч рублей? Напополам. Ой, все логично. Девочки заряжены на юмор. Никакой здесь погналили. Напополам, на три. Друзья, дело в том, что у нашей Кристины через два месяца будет свадьба. Ну и мы с Леной решили, что деньги, которые мы выиграем, мы отдадим ей в качестве подарка. Ну что, короче, вы поняли. Пока мы соточку отсюда не дернем, мы никуда не уедем. А вот этого грустного я беру на себя. Ну что, погнали! Итак, представьте, две ненавистные подруги встретились спустя 20 лет. Девушки, извините, а почем картошка у вас? Да по 50. О-о-о-о, Маринка! А что, тебя жизнь не наказала! А вот у меня на точке по 35. Ну что ж, ну что ж, а теперь представим случай в парикмахерской. Здравствуйте. Здорово. Ой, что-то у вас так тесно, аж кажется тяжело дышать. Ну ты ремень росла, и сразу дышать станет легче. Присаживайся, дорогая. Может, мы меня накрутим? Ммм, супер! Смотри, ты жирная, от тебя ушел муж, кривые ноги и усики. Что вы делаете? На кручего, дорогая, сама ж попросила. Да что вы себе позволяете? Ходить без маски и перчаток. А почему вы мне хамите? Потому что я нефиг моему мужу свои голые фотографии в директ с Киевом. До свидания! До свидания! Все знают о конкурсе Мисс Россия. А я рада приветствовать вас на конкурсе Миссис Россия, дорогие друзья. И поприветствуем наших финалисток Елены из Санкт-Петербурга и Виктория из Москвы. Не-не-не, у нас тут замена. Кристина из Краснодара. А что с Викторией? У нее сотрясение оловы. Может, мозг? Был бы у нее мозг, она бы со мной не спорила. Что? Ну что ж, давайте познакомимся с девочками поближе. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы мир стал чуточку лучше? Я считаю, что нужно беречь экологию. И, конечно же, перестать использовать пластиковые пакеты. Браво, Елена, браво. Надо спалить дом соседки. Проколоть ей шины в тачке и затопить хату. Она использует пластиковые пакеты. Девушки, какой самый запоминающийся сюрприз для вас сделал ваш супруг? Мой муж недавно прилетел на вертолете, как Джеймс Бонд, и подарил мне кольцо с бриллиантом в пять корот. Мой, короче, как-то раз голос с моря выходит, вот так вот хозяйство свое прячет, и говорит, смотри, акула откусила? Друзья, здесь все очевидно, победительницей становится Елена из Санкт-Петербурга, с чем я ее и поздравляю. Фух, шпрот мне в рот. Кристон, я еле сдержала в себе всю эту интеллигенцию выдавливать. Ленок, ну я же тебе говорила, что ты затащишь по-любому. Красные штаны. А, ты поплыл. Так, ну довольны, нет? Ну да. Да? Можно сыграть свадьбу на 50 тысяч? Не, я тогда их не позову. Тогда еще один заход, все то же самое, давайте еще раз. 50 тысяч, я твой, и в красных фонахтах. Наша свадьба, блин. Денис, Денис, почему не посмеялся? Ну женский мемор вообще он очень специфический. Сексист. Немножко чего-то мне не хватило. Простите, девочки. Да ничего страшного. Да вы что, мы еще приедем, не переживайте. Надеемся. А вот Маша могла бы посмеяться. Ты бы сейчас посмеялась, у них было бы 75, эти деньги через тебя бы и пошли бы. Ну ты что? Заказ бы тебе откатила бы. Да мне просто было грустно. Ну, в любом случае, я уверен, сейчас смотрят вас ваши друзья по телевизору, родители радуются за вас. Девочки, еще и не с пустыми руками уедете отсутствовать. Спасибо. Идите за деньги. 50 тысяч рублей за попала. 50 тысяч. Денис, спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам. Ну что, давайте подведем итог сегодняшней передачи. Саша, как распределился наш призовой фонд? Счастье. Сегодня комедианты заработали больше, чем несмеяны. А давайте узнаем, сколько же заработали несмеяны. Внимание. На сегодня все. Это было шоу «Русские не смеются». Обязательно увидимся с вами на следующей неделе на СТС. Увидимся, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова